Ну что, надо на раз с Перископом поздороваться. Здравствуй, Перископ. Первый день недели вернулся практически ночью из Москвы. Слушайте, парадокс. Ребята, Алекс Фитнес на Коломенском. Я реально не видел такого количества хорошо готовых спортсменов. Ну, не знаю, там рук сантиметров по 48, по 50 я насчитал человек 10. Девчонки в такой шикарной форме. Честно говоря, жил бы в Москве, наверное, бы там тренировался. Такая очень живенькая атмосфера. Оборудование классное, кстати говоря. Да, ребят, спасибо. Знаете, статодинамика интересная штука. Ну, не в том плане, что хорошо или плохо. Дело в том, что между упражнениями отдыхать, если пассивно, порядка 80 минут. Вот. И сделал упражнение. О, это моя штанга. Где она тут? Жив штанги лежит, 50 килограмм сделал. Пять подходов. И зато теперь могу 8 минут или 10 минут поболтать. О, занимаюсь теперь в поясе. Сейчас буду после каждого упражнения делать пресс и вакуум. Начал вторую неделю делать. А в джинсах пришлось отдавать в ателье резинку ушивать. Так что, пока эксперимент продолжается, посмотрим. Думаю, что дальше будет примерно так же. Единственное, что с приседаниями, учитывая, что приседания глубокие не дело, начала худеть с задницы. Дело плохо. Что делать, пока не знаю. Тренировка длится. Ну, у меня, наверное, будет минут, если убрать этот отдых, да, то есть, ну, реально она... Если не буду с вами болтать, ну, минут, наверное, 20-25. Это максимум, наверное. Ну, сейчас, еще раз говорю, сейчас между упражнениями делаю два подхода на пресс и три подхода вакуума. Вот. А вот задницу не знаю, что делать. Буду ходить выпадами, потому что нагрузку я сейчас снизил. После каждого упражнения в мере пульс-давление, чтобы мой эксперимент... А, я же даже не говорил, кстати говоря, в чем его суть. Но я сейчас пишу для Димы Яковина подробный отчет. Вот. А суть заключается в том, что в качестве эксперимента я выбрал теорию о том, что есть некий персонаж, которому врачи запретили. Тренироваться интенсивно. То есть, ограничили его пульсовым диапазоном 130-120 ударов, а верхнее давление не более 150. То есть, ну, фактически такая серьезная гипертония. Очень много людей обращается с вопросами, а вообще как же тренироваться. Понятно, что запрещены натуживания, запрещены большие интенсивные нагрузки. Ну, а какие варианты? Хочу вот провести эксперимент. Четыре месяца он будет длиться, уже почти два месяца. Ну, трудно сказать, поменялась ли форма. Сейчас посмотрим в зеркале, поменялась она или нет. Поменялась форма или не поменялась? Нет, пока еще вроде что-то есть. Как-то вот так вот. И хочется попробовать доказать или не доказать, что тренируясь с отягощением порядка 30% от максимума, есть шанс либо сохранить мышцы, либо даже увеличить. Перечитал еще раз про Тасенко, с Димкой Яковиной очень внимательно поговорил. Так, а как мне обратно? Во! С Димкой Яковиной очень внимательно поговорил. Мы решили, что в принципе, если тренироваться с такой интенсивностью, но достаточно объемно, есть шанс не только сохранить, но еще увеличить мощный объем. Так что посмотрим. Кардио не делаю. Вон там у нас уже бегают люди. Кардио. Ну, посмотрим. Давайте отчитываясь, на самом деле интересно. Главное, привет. Вчера, не, позавчера, как раз, когда меня подключили к Перископу, Ешанькина, семья Ешанькиных. Сегодня приезжаю, первое, что я увидел на канале Матч ТВ, зарядку с Димой Ешанькиным. Дима, если ты видишь, знаю, что твой день начался, точнее мой день начался с тебя. Сейчас уже кто-то кого-то другого показывает. Сколько углей держать в месяц с соревнованием Мэнс Физик? У меня в прошлой сезоне Мэнс Физик держал 350 грамм до последнего. Я не читаю, просто у меня зрение ужасно плохое, кстати говоря. Секта, свидетель Перископа. 350 грамм у меня ел Физик практически до последней недели. Гликолитические не уйдут, не знаю, не знаю. Думаю, что, наверное, частично потеряю. Но эксперимент есть эксперимент. Углеводы уменьшил. Конечно, уменьшил углеводы, потому что кардио брал. Чернику есть, да, или очки купить. Девушек, да, тренируем, но они очень, девушки у нас очень требовательные с точки зрения внимания. Я, в общем, я очень, очень нежный в этом отношении. Им кажется, что я строг. После гриппа, слушайте, в свое время, помните, когда в школе мы получали освобождение физкультуры, кстати, там было рациональное зерно после гриппа, на самом деле нужно очень аккуратно ходить. У меня после гриппа было в детстве осложнение, то есть после гриппа ангина, а после ангина осложнение на сердце. Ну, не только на сердце было вообще достаточно серьезную проблему с здоровьем, поэтому я бы на вашем месте после гриппа очень аккуратненько начинал тренироваться все-таки. 400 грамм углеводов для набора мышечной массы, как запихать в себя, не знаю. Не дайте мне, я запихаю сколько угодно. Просто вы посидите в начальной безуглеводной диете, поймете, что такое нехватка энергии, а потом вы съедите 400 и даже не почувствуете. Разница с вакуумом? Да, вакуум надо делать на голодный желудок, а я поел это в общем в 8 утра, там, наверное, свои грамм 70 от овсянки, протеин выпил, час отработал. Сейчас будут тренироваться, мне уже не принципиально. А вообще вакуум, конечно, лучше делать на голодный желудок, это уже точно. Не знаю, я сейчас до такой степени вакуум мне помог, что я в самолете, когда засыпаю, у меня живот держится, и я просыпаюсь от того, что он на меня выпадает, то есть, ну, перестаешь контролировать мышцы, то было сне. На самом деле, очень круто, рекомендую, есть в этом смысл. Так, ладно, друзья, наверное, мои 6-8 минут, что такое вакуум? Слушайте, какой протеин для начинающих, да чем отличается начинающих от не начинающих? Концентрат купите, не пожалеете. Почему такой загорелый? Нет, это Индия. Слушайте, как делать вакуум, я ничего не выдумываю, я просто взял, обычно, да, то есть, то, как нарисован Шварценеггер, да, то есть, почитал, это же упражнение из йоги пришло, поэтому, по-хорошему, какая разница, как вы будете делать, никто ничего гениального не придумал. Как Арнольд учил, совершенно точно, действительно, ничего другого нет. Отлично выглядишь. Ну, ура, у меня дельта есть. Ну, есть. Надо трапецию тоже начинать качать. Кардио по стренировке убивает результаты силовой. С какой стати они должны убивать? Ничего не убивает. Ладно, друзья, пойду я делать. Кстати говоря, если у меня будет где-то 4 упражнения, еще есть шанс встретиться. А, завтра будем снимать с мышцами РФ, кстати, будет интересное видео, я думаю, не буду пока говорить темы, мало ли, что-то поменяется. Так что попробуем, кстати говоря, выйти в перископ как раз в процессе съемки. Думаю, что будет интересно. В Москве что снимали? Мы снимали обучающее видео для Усмановой Кати, для ее фитнес-проекта, в котором я тоже буду участвовать. Спасибо, спасибо, пока-пока.